ДТП Виновниками большинства ДТП в России являются опытные водители со стажем более 15 лет. Такие данные следуют из отчета ГИБДД. А вот в рубрику «Автотрэш» попадают абсолютно все водители. Смотрим. По дороге на мостострой столкнулись Nissan X-Trail и Lada Priora. Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали. Пешеход, которого сбил автомобиль в районе остановки Юмс, скончался. Напомню, авария с ВАЗ-2101 произошла 4 сентября. По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу по зебре. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как стало известно, пострадавший получил серьезные травмы – черепно-мозговую, перелом грудной клетки и ноги. Он скончался в городской больнице номер 2 спустя 12 дней после аварии. В Оренбурге произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114. Приехавшим на место пожарным пришлось вытаскивать трех пострадавших, которые оказались в металлической ловушке. О их состоянии пока не сообщается. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины аварии. На пересечении проспекта Ленина и Московской столкнулись маршрутная «Газель» и «Лада X-Ray». К счастью, водители и пассажиры не пострадали. Момент столкновения автомобилей попал на камеру видеонаблюдения. В Орске на улице Елшанской в районе 194-го дома произошло ДТП. ВАЗ-2110 влетел под КАМАЗ. К счастью, никто не пострадал. А вот в Оренбурге произошло очередное ДТП. По словам очевидцев, водитель одного из автомобилей находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия. Второй участник аварии устроил погоню за обидчиком. Во дворах первого водителя остановили сотрудники полиции, которые находились там по чистой случайности. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить следователям. На металлистов столкнулись ВАЗ-2114 и Форд. В Аномарке никто не пострадал, а вот водителя отечественного авто увезли на скорой. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах. На 17-м километре Нежинского шоссе произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Водитель не справился с управлением и угодил в кювет. Машина получила сильные повреждения, о состоянии водителя ничего не сообщается. На пересечении Суворова и Горького столкнулись Киа и Шевроле. От сильного удара даже сработали подушки безопасности. Пострадавших, по словам очевидцев, нет. Машины получили сильные механические повреждения. В тот же день еще одно ДТП произошло на пересечении Тагильской и проспекта Ленина. Здесь столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада Калина». Серьезных повреждений никто не получил. А ближе к вечеру на пересечении Краснознаменной и Карла Маркса произошла авария с участием автомобилей «Тойота» и «ВАЗ-2105». По предварительным данным, пострадала пожилая женщина, пассажир «Пятерки». В Орске на Макаренко столкнулись ВАЗ-2114 и «Ауди». По словам очевидцев, пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Информация об авариях взята с сайта forsk.ru и 1743.ru